Так, у меня на самом деле заметили странные названия, странное написание доклада. Сейчас попытаемся понять, в чем же я буду рассказывать. А кто вообще тут занимается, как Миша, инфраструктурой, какие-то внутренние решения делает? Так, уже неплохо. А у кого есть дежурные чатики? Как-то мало людей. У вас что, дежурных чатиков нет? Ну, скоро будет, скорее всего. Собственно, об этом мы будем говорить, как не стать слабым звеном. Потому что когда вы делаете какие-то обычные свои продуктовые фичи, то у вас тесты, тестировщики, все отправляется в продакшн. И если будет какая-то проблема, то она пройдет через линии поддержки, и вам только самую мякотку принесут. А когда вы делаете свои решения, вы их выпускаете наружу, там, не знаю, open source делаете какой-нибудь, и проблемы придут к вам, вы и будете поддержкой. И, собственно, сейчас я на примере нашей фронтен-платформы, как мы ее создавали. Вот есть доклад у меня на Moscow.js, как мы с какими-то подходами ее организовывали общение с коллегами, чтобы они сами хотели пользоваться нашими продуктами. А это доклад свое как бы логическое продолжение о том, что происходит после, когда потребители растут. Единственный плюс в этом будет только в том, что эти потребители будут не какие-то юзеры, а будут ваши коллеги, они вам будут более детальный отчет приносить. И в чем суть, на самом деле, была наша фронтен-платформа? Откуда вообще проблемы появились? Первое, что у нас была идея, что у нас платформа — это не какой-то монолитный пакет, это куча инструментов. Их реально очень много, здесь даже все показаны. Они занимают разные ниши. Линтеры дают, CI настраивают и так далее. При том еще из-за того, что он так разбит, его используют даже на бэкэнде. То есть мы вышли за рамки фронтенда и начали CI давать им или генерировать графики. Но самое главное, что у нас это инструмент. Мы построили так, чтобы человеку не давать, типа, иди читай документацию, например, собирать хеллпейдж-метрики, там, Google Vitals, ошибки, там, бэкэн как-то мониторить и так далее. Мы даем инструмент, проект там сканируется как-то, и если инструмент не справился, то он уже давал ссылки на документацию. То есть мы шли от инструмента к документации. Потому что документация изначально большая, ее читать. То есть мы так построили. И что происходит, когда документация не справится? Они, конечно же, придут к вам. То есть, во-первых, у вас, как уже Миша говорил, то есть должен быть чатик. То есть все, что вы делаете публичное, как open source или внутреннее решение, должны быть со своим чатиком, где вы будете собирать в боку к инструмента, вашего инструмента community, и с ним через обратную связь искать больные места или просто вообще в целом общаться, какие фичи там, реквесты и так далее. И сейчас я покажу, как вот на примере нашей очень большой боли. Мы все же фронт-энд разработчики, тут большинство из нас точно. И, конечно же, мы ставим зависимости. У нас любой проект начинается с NPM-стала. И вот когда мы запустили платформу, у нас начался большой процесс миграции с нашего NPM-регистри. Я сейчас буду долго рассказывать про эту задачу, но на примере нее я покажу, какие мы шаги прошли и как мы смогли автоматизировать сами себя, чтобы не захлебнуться в поддержке, а дальше разобрать платформу, а не сидеть постоянно в чате, как отвечать. У нас же у всех, наверное, у многих, это точно должно быть, что есть свой локальный NPM-регистри, чтобы публиковать туда пакеты, которые вы создаете. У нас тоже был, но пришли безопасники, сказали, что у нас старый, туда публикует кто хочет, скачет оттуда, кто хочет. И после ресерча мы пришли в то, что мы будем использовать GitLab-регистри. Кто не слышал вообще о нем, используют? Вот, даже много. Но для тех, кто не использует, и соберется, и спрощится, я скажу, какую боль на самом деле испытают ваши коллеги, когда вы перейдете на NPM-регистри, точнее, на GitLab-регистри. Работают на следующем образом. Все пакеты ваши должны иметь NPM-скоп. Он должен быть привязан к названию группы. То есть у нас есть группа, тут платформа, это MailCore. И NPM-скоп соответствует этой группе. То есть у пользователя, во-первых, должен быть доступ к ней. Сами пакеты публикуются в репозитории. Мы назвали просто NPM. Он пустой, к нему привязан регистри. И вроде бы все классно. Но чтобы этим воспользоваться, вам нужно иметь не просто NPM-рси, а нужно еще и локальный NPM-рси на тачке под персональным GitLab-токеном. И если бы мы в инструкцию занесли вот эту штуку, то, что типа, чувак, а теперь ты уже поспользовался проект, вот это напиши сам, то на самом деле вы просто перекладываете ответственность на другого человека, и на самом деле вы себе плохое впечатление оставляете. Поэтому, опять же, так не стали делать. Так у нас платформа всегда ушла от инструмента. Мы сделали инструмент, который сканирует, не сканирует, а проверяет проекты NPM-режистри и локальный на компе, и синхронизирует. Потому что платформа стала точкой, где регистрируются все пакеты, которые уже, точнее, группы, которые переехали на новые режисты, и начали так распространяться. Плюс еще проверялся CI, настраивался. То есть разработчику нужно просто запустить было команду. Конечно, уже написали документацию. Все классно, то, значит, как мы используем, как персональный токен выпустить. То есть все вроде бы описали. И вроде бы работу сделали. То есть должно работать. У нас есть документация, есть инструмент. Как бы проблем-то не должно быть. Но проходит время, и пишет человек, он скажет, я слышал, что у вас есть документация, где она? Но мне, конечно, не сложно. Я просто даже не помню, почему такая ссылка была длинная. Но мне не сложно было помочь. Я помогаю первому человеку. Приходит второй человек, он уже читал документацию. И на втором шаге у него что-то отвалилось. А как я сказал, то, что чтобы воспользоваться GitLab Registry, ему нужно иметь права к этой группе. Плюс права нужно иметь к каждому пакету, который он использует. То есть мне надо еще пакет Джейсон его посмотреть, чтобы понять. И в итоге получается то, что человек обратился, он уже ждет. Я сижу, смотрю его проект. У меня, может, даже доступа к нему нет. И пытаюсь разобраться, что же у него пошло не так. То есть это все долго происходило. И первое, что мы сделали на самом деле, да, и, конечно же, в этом нет ничего плохого. Каждый раз, когда человек сталкивается к вам с проблемой, не разобрался в документации, нужно сесть с ним, как в Каздеве, просто сесть, пройтись по шагам, понять, где он споткнулся, изменить документацию, чтобы следующий человек с этой проблемой не приходил уже. То есть дополнять документацию постоянно и изменять инструменты. То есть искать всегда обратную связь, надежать и не воспринимать это как претензию к вам. На самом деле это просто для вас это точки роста. Когда вам пишут проблему, то пора ее исправить. И первое, что мы сделали, казалось бы, банально, на это ушло месяц. Вот реально, закреп мы делали месяц. Каждый пунктик выстрадан. И что мы сделали на самом деле, мы писали базовые шаги, чтобы, опять же, не документацию читать. Просто я когда показывал, как настроить, там был целый экран текста. Мы сократили экран текста до пяти пунктов. Притом еще к третьему, четвертому и пятому он даже доходить не должен был. И мы сделали еще одну команду, чтобы опять не проверять доступы. То есть вот действия, которые вы делаете руками, их нужно постоянно автоматизировать, чтобы не терять время, чтобы разработчик сам мог разобраться. И теперь после синхронизации он запускает еще одну команду, и ему говорят, каким доступом ему не хватает. И он уже идет не к нам в чатик, а он идет в конкретные проекты, и у конкретных владельцев уже просит права. То есть мы, опять же, убрали часть людей из нашего чатика, стало намного легче. Мы смотрели, думали, клево, нам нужно дальше идти в автоматизацию, ну, на каждую тулзу не напишешь. И мы смотрели то, что у нас уже, мы хотим уходить в бота вообще конкретно. У нас был, есть такой пакет, не был, есть, который занимается поднятием версии пакета на основе TypeScript кода. То есть я не думаю головой там под патч, мне, ну, а что-то, за меня просто робот решает. Но вторую важную вещь он делает, он формирует новости. То есть как только вы делаете внешние инструменты, особенно open source инструменты, всегда должен быть ченжлок. И чтобы люди вообще понимали, что происходит, что в версии изменилось. И тоже у нас есть отдельный чатик, это чисто новости, это канал вообще, куда приходят, то есть при релизе берется этот ченжлок и формируются новости. Пишется там, кто релиз был инженером, кто участвовал, и люди видят, что проект вообще в целом живой. Они видят, что что-то происходит, читают новости. Если это решило их задачу, или они даже сами не знали, что им это нужно, они могут почитать по фиче и там забрать себе. Сделал у нас это на базе внутреннего коммуникатора, который скрывает от нас сами мессенджеры, чтобы мы могли с разными мессенджерами работать, а не только с нашим внутренним корпоративным ВК-тимсом. Но на базе него мы дальше начали строить бот-апи. И первую команду, конечно, мы сделали NPM, чтобы убрать закреп, потому что не будешь каждый раз в закреп добавлять информацию о каждой боли, потому что это будет гигантский закреп, и он не для этого сделан в целом. И в чем вообще, опять же, кажется, что это какая-то мелочь. Боты сделали команду, что-то клевого. А клево получается то, что теперь, когда от меня кто-то не знает о платформе, ему нужно стартануть проект. Я ему просто говорю, выполни команду. Три буквы NPM запомнить намного проще, чем ссылку на документацию. Плюс происходит элемент обучения. Один человек сказал другому, в чате какие-то видно, и люди уже не спрашивают меня. Они сами между собой говорят, что как мне на свой NPM? Запусти команду. Все. Как я сказал уже, для использования registry нужно было и нужно получить права. И раньше мы выдавали это руками, и подумали, почему дальше не автоматизировать, не выдавать их автоматически. Плюс решить еще одну важную проблему. Когда приходит новый человек, мы там, не знаю, обычно дают ему чек-листы, типа читай, как мы тебя будем амбордить, туда-сюда добавить. А мы подумали просто, амбордить будем тоже через бота в интерактивном режиме. Просто человеку любому, иди напиши join в наш чатик платформы, и мы тебя амбордим. То есть ему отвечает бот, что он выдает ему права, либо он скажет, что у тебя есть права, если он там в нашей дружности на какой-то группе. И опять же, мы знакомим его с нашим ботом, потому что через него идет куча секретификаций, и поэтому нужно его активировать. Если что-то пойдет не так, то бот уже пинганет нас, чтобы мы подключились к чатику и начали смотреть. То есть не то, что раньше было умение работать, давайте там разбираться. То есть только в эти моменты. И в большинстве случаев этого не происходит просто навсего. Ну и человек уже, когда активирует бота, его знакомят в платформе. То есть в интерактивном режиме сам разработчик без всякого чек-листа он амбордится в платформу и понимает, что можно делать. Собственно, вот так мы сделали первые шаги, а потом, ну еще у нас есть команда, которая выводит списки пакетов платформы, можно искать по ней. В чем прикол? То, что обычная документация у нас совсем не сидит под VPN, нельзя просто что-то доставить, а то вы там в баре сидите, а вам пишет коллега, что, а как мне сделать так? Вот. Я сам напишу ему, сам перешло ему сообщение. То есть мне не нужно бежать к компьютеру, что-то делать. Ну и финальная вещь, к которому мы пришли, вот сейчас мы в конце уже к ней пришли, это команда Ask. Фишка в том, вот эта была ждена в общении с Женей Лепихлиным, моим коллегой, он отвечает за инфраструктуру нескольких бизнес-юнитов, в него сотни человек сливаются, а он один, и ему тяжко, он не хочет в чатике отвечать поэтому на все эти вопросы. Как обычно происходит в этих, это связано с дежурными чатиками. Кто-то приходит с проблемой, вы ее решаете как-то, находите ответ, и в лучшем случае дальше это знание оставит в конфлюнте о каком-нибудь, либо документацию лучше. Это хорошие там бывают моменты, но в большинстве случаев это останется в истории чатика либо в головах, ну короче, мертвое знание, и дальше это будет повторяться, повторяться, следующий человек, следующий будет то же самое искать. И мы подумаем, что сделаем мы команду, при том, что даже людям самим не нужно знать о команде. Это мне удобно. Я просто ищу через бота ответы, просто там человек приходит и говорит, я хочу там деплой настроить. Я спрашиваю бота, и в форму одну, он увидит, какую команду я использовал, и в следующий раз будет сам уже искать ответы. Плюс это вот этот формат, это не документация дополнительная, это именно фак. Ответ, вопрос. Сделано вообще очень просто. Это просто обычные MD-файлы, где заголовок верхнего уровня, это вопрос его в идеальном виде, и дальше под заголовки, это ключевые слова, какие-то вариации, ну и тело ответа. Так как мы фронтенд все-таки, мы прикрутили к этому все-все доксифай, и поэтому у нас получилась документация сразу же в трех видах, точнее, факт в трех видах. Через бота, MD-файлы, то есть можешь контрибьютить, можешь свои добавлять, правки, то есть люди могут нам помочь. Ну и ссылки ведут уже на вопморду, которые опять же можно переслать. Также у нас есть такой чат GPT на минималках, он видит свободный текст, там расстояние Львинштейна, короче, смешно, но работает. И когда человек приходит к своей проблеме, он не знает на что ни о вас, как ничего, то бот ему сам автоматически отвечает, если он знает что-то, и предлагает варианты. И человек, даже если не найдет там своего ответа, то он напишет нам, что я пробовал это, это не работает, или я не нашел своего варианта. То есть у нас уже больше контекста в решении проблемы. То есть раньше надо было опять все шаги, или там чек-лист написать ему, а попробуй это, попробуй это, ну как обычно делают. А тут мы как бы в интерактивном режиме, вот тебе вот попробуй. И опять же через обратную связь мы найдем ответ и добавим его в факт. То есть следующий человек уже найдет ответ через ask. Ну, еще он умеет нас шутить иногда. И в итоге у нас получилось то, что анбордится человек через join, start, и так мы и даем права ему, и знакомим его вообще с платформой, и активируем боты, через которые, как я сказал, уже идет очень много всяких, даже там есть интерактивные настройки. В планах, как и мои коллеги рассказывают про ask, они хотят уже, вообще не связанные люди с фронтендом или с бэкэндом, просто где есть любой дежурный чатик или любое общение, когда есть какой-то вопрос, то масштабировать это все, чтобы подключать к любому чату можно было. Плюс подрубить тессеракт, чтобы, ну как это, особенно вот в дежурных чатиках это постоянно происходит, вам присылают скриншот, у меня здесь не работает, и давай пиксели смотреть, что же там не работает. И хотим эти сообщения обращать контекстом, переводить в текст, чтобы быстрее вникать в проблему и разбираться, не просить его, а теперь руками скопируй. Собственно, это мой такой короткий доклад об этом, и я надеюсь, это было полезно, и всегда вот все вещи, которые вы делаете n раз, нужно автоматизировать, потому что не то, что даже ваше время дорого, а время коллег, которые ждут, и чем быстрее вы отвечаете, тем, особенно, когда вы делаете внешние инструменты, которые вы передаете коллегам, это идет вам в карму, потому что люди понимают, что все это быстро работает, все это поддерживается, есть чинжлоги и так далее. Спасибо за внимание. Надеюсь на вопросы.